Тепло. Хлопок газа в бийском многоэтажке произошел ночью, когда все спали. В результате взрыва пострадали три помещения. Две квартиры и одна парикмахерская. Из дома спасатели экстренно эвакуировали 23 человека. Взрывы, видимо, только во сне, но не осознала, что это было. Посмотрела на часы, было 3.50. Услышала крики в подъезде. Заглянула в подъезд через глазок, не видно ничего. Дверь открыла, дым стоит. Не обошлось и без пострадавших. Госпитализировали хозяина квартиры, где взорвался газ, а также женщину, которая жила по соседству. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. А вот 55-летний пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. У него ожоги 90% поверхности тела. Пациент в реанимации. Проводится инфузионная терапия, антибактериальная терапия, перевязки делаются. Получает полный пакет лечения, инфузионная программа выполняется. То есть лечение направлено на восстановление жизненных ресурсов и выведение больного из шокового состояния. Потому что поступило на состояние шока крайней степени тяжести. Кстати, жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры. Эксперты признали дом безопасным для проживания. А между тем, Следственный комитет края проводит проверку по факту взрыва. А предварительной версией называет утечка газа. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.